Привет, друзья! Новости из мира YouTube. Сегодня много важных, интересных новостей для авторов YouTube-каналов. Устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Итак, на YouTube серьезные изменения в творческой студии, и теперь YouTube перестанет рассылать письма с уведомлениями о выходе новых видеороликов. Эти изменения могут сказаться на трафике каналов не в самую лучшую сторону. Как вы знаете и так, у многих из нас с вами серьезные просадки трафика. А сейчас YouTube продолжает наращивать обороты. Итак, поехали! Первая новость связана с изменениями в параметрах доступа к YouTube-каналам и добавлением новых ролей. YouTube добавил роль в настройках доступа к каналу «Редактор с ограниченными полномочиями». В рамках этой роли владелец канала может позволять другим пользователям управлять своим аккаунтом и при этом скрывать данные о доходе. За редактором с ограниченными полномочиями сохраняются основные функции по загрузке и редактированию видеороликов. Нужная функция, но я напомню, что в целях безопасности ни в коем случае не предоставляйте данные возможности малознакомым лицам, в которых вы не уверены. И кроме того, нет никаких гарантий, что редактор с ограниченными полномочиями не может создать проблем с потенциальным угоном канала. В частности, если пользователь, обладающий данными функциями, откроет какое-либо сомнительное письмо или запустит сомнительное приложение, содержащее функцию стилера и других вредоносных программ, то нельзя исключить, что ваш аккаунт будет похищен и угнан. Жук какой-то. Дальше. В аналитике творческой студии YouTube появляется и уже работает, кстати говоря, новая боковая панель, которая будет отображать данные в режиме реального времени. Она показывает статистику по просмотрам, подписчикам и так далее. Вы уже видели все эти функции, но новшество состоит в том, что теперь данную панель можно будет разворачивать на весь экран, чтобы смотреть наиболее подробно данную статистику в режиме реального времени. Это кусает. Важная новость, которая касается многих авторов. С 13 августа YouTube прекращает отправку писем с уведомлениями о выходе новых видеороликов на каналах, а также о прямых трансляциях и премьерах с каналов, на которые подписаны пользователи. Причина изменений проста и, как всегда, банальна. Данные функции пользовались по данным YouTube 0,1% пользователей. И лишь такой процент составлял долю открытых сообщений от общего числа рассылок. Поэтому с 13 августа больше не будет уведомлений о выходе новых видеороликов. На мой взгляд, это не очень хорошие изменения, и, к сожалению, YouTube отказывается от так называемых малопопулярных функций с аргументацией на то, что эти функции, во-первых, никому не нужны, во-вторых, на их поддержание тратятся деньги, чего YouTube не может себе позволить. Поэтому вслед за ушедшими в небытие опросами в подсказках, которые были очень классной функцией, теперь уходит и оповещение по электронной почте о новых видеороликах. Сожалеем. YouTube вводит новый фильтр комментариев в творческой студии, и это упрощение начинает уже напрягать. Как мы знаем, в новой творческой студии уже существует один фильтр комментариев, и этот фильтр называется «без ответа». То есть те комментарии, на которые вы еще не прореагировали, которые отобраны при помощи искусственных нейронных сетей YouTube, и которые, по мнению Google и YouTube, требуют ответа. Так вот, теперь появляется еще один фильтр. Этот фильтр будет называться «лучшие комментарии» или что-то вроде этого. Возможно, вы сейчас на скриншоте увидите действительное название. Так вот, теперь, когда вы открываете комментарии, то вначале они будут открываться с данным фильтром. И уже потом, если вы закроете этот фильтр, вы сможете просмотреть все комментарии, которые оставили зрители на вашем канале. Будьте бдительны и не забывайте, что на YouTube действуют теперь новые фильтры. YouTube тестирует уведомления с предложением авторизоваться в аккаунте, войти в аккаунт. Теперь, если вы заходите в просмотр YouTube без авторизации, будь то на компьютере или на мобильном устройстве, YouTube будет достаточно настойчиво предлагать вам авторизоваться. Естественно, это делается с целью большей персонализации тех рекламных объявлений, которые будут показываться в аккаунте, и большей степени сбора персональных данных, которые вы оставляете в процессе взаимодействия с сайтом YouTube. YouTube хочет, чтобы преимущественно все зрители смотрели авторизовавшись в аккаунте, потому что так для YouTube собирается максимальное количество важной персональной информации, которая в дальнейшем используется для коммерческих целей, для улучшения таргетинга и персонализации выдачи тех видеороликов, которые YouTube будет вам рекомендовать. Но самое главное – это реклама. В приложении YouTube для Android создана новая поисковая строка. Это некоторый редизайн приложения. Теперь она встроена в верхнее меню навигации, отображается вместо фирменного логотипа. В настоящее время тестируется на небольшой группе пользователей. Если кто заметил, можете отписаться в комментариях. Произошел официальный ребрендинг блога YouTube, который оставался неизменным с 2005 года. И теперь в нем выделилось 4 тематические страницы. Это новости и события, истории авторов, культура и тренды и инсайды YouTube. На мой взгляд, такие изменения принципиально важны и облегчают, наконец-таки, навигацию по данному сайту. Еще бы более регулярно обновляли информацию и постели больше интересных нововведений, а также сообщения о том, как решаются те или иные проблемы на YouTube, цены бы такому блогу не было. Да, ребята, кто замечал, бывает так, что оптимизируем видео, используем видо IQ, нажимаем сохранить, теги сбиваются. Давайте сейчас посмотрим, будет, не будет, наверное, не будет. Но сейчас не сбилось, но иногда просто очищается поле тегов, поэтому всегда рекомендую копировать их, и в случае, если они сбились, то потом вставить и не потерять, чтобы заново не подбирать. Но уже мало изменений вселяют надежду на то, что последуют и дальнейшие улучшения. Кто в это верит, напишите в комментариях, посмотрим, есть ли такие люди среди наших зрителей. Пользователи YouTube обнаружили рекламное объявление длиной 5 часов 59 минут. К счастью, данное объявление было с возможности пропуска. Но для сравнения, самое продолжительное объявление без возможности пропуска длилось всего лишь 25 минут. Хотя, если я не ошибаюсь, году это к 2014 мне удавалось заметить и более длинное объявление без возможности пропуска. Кто видел нечто подобное, тоже пишите. Видео, содержащее фрагменты клипа Рика Эстли, «Never gonna give you up» стало удаляться с платформы YouTube и блокируется по всему миру. Причина очень необычная, интересная. Существует популярный интернет-мем с данным фрагментом клипа, который пользователи отправляют своей жертве, когда они кого-то шантажируют, достают, хейтят, и по ссылке, замаскированной, по что-то другое, открывается данный фрагмент клипа. YouTube препятствует распространению такого агрессивного подхода к общению и поэтому блокирует данные фрагменты. Google отключил прослушивание аудиозаписей пользователей со своего голосового ассистента. И теперь владельцы умных колодок и других гаджетов смогут самостоятельно решать, готовы ли они делиться данными об общении с техникой Google. И, вероятно, таким пользователям, как, например, при голосовании за поправки, будет приходить опрос на почту. Не против ли вы того, чтобы Google собирал ваши персональные данные? И два варианта ответа. Да, не против и нет, не против. Все по классике, как в нашем правовом государстве. Идем дальше. В России оштрафовали Google на полтора миллиона рублей. Причиной данного штрафа является плохая фильтрация контента, запрещенного на территории Российской Федерации. В частности, Роскомнадзор и господин Жаров, который давно прославился как главный, хотел сказать слово, запрещенное на территории Российской Федерации. Короче, вы поняли, кто это. Он отрапортовал, что в данный момент эффективность фильтрации Google составляет порядка 80%. То есть 80% материалов, запрещенных на территории Российской Федерации, блокируются. Однако же 20% остаются доступными для пользователей, находящихся на территории нашей страны. И Роскомнадзор требует от Google пресечь данное нарушение и полностью фильтровать весь запрещенный контент. Если Google не внесет эти исправления, то последуют новые штрафы. Посмотрим, к чему это приведет. В Белоруссии заблокировали YouTube и другие сервисы. Это было связано, как вы понимаете, с так называемой предвыборной гонкой и различными протестными акциями, которые проходили в преддверии выборов известного всем нам президента, который, кстати, победил на выборах с результатом порядка 80%. И здесь, естественно, вспоминается анекдот, который был посвящен другому популярному диктатору. Не будем упоминать его имя здесь, чтобы видеоролик не был снова заблокирован русским надзором. Уважаемый, у меня для вас две новости, говорит некий пресс-секретарь президента в день после выборов. Одна хорошая, другая плохая. С какой начать? С хорошей. Вас выбрали. А какая же тогда плохая? За вас никто не проголосовал. Ох уж эти агенты Кремля повсюду доберутся. Идем дальше. Google заблокировал порядка 90 русских каналов за распространение фейковой информации. Подведен итог по статистике за второй квартал 2020 года, в котором Google отчитывается о блокировках аккаунтов в связи с различными причинами. В частности, в этом отчете говорится, что компания заблокировала 86 YouTube-каналов, 3 блога и один аккаунт сервиса контекстной рекламы AdSense, связанный с Россией. Также цензуре подверглись 2500 китайских и 19 иранских каналов. Ресурсы были заблокированы за дезинформацию. Примечательно то, что на территории Китая YouTube запрещен. И тем не менее 2500 китайских каналов как-то смогли быть заблокированы за дезинформацию. Это очень интересная и примечательная статистика, столь характерная для цифрового 21 века. Идем дальше. 4 августа канал День ТВ, на котором почти 820 тысяч подписчиков, был взломан и переименован. Но насчет взломан это, наверное, слишком громко сказано. Я предполагаю, что, скорее всего, канал был похищен по уже давно отработанной методике. Когда псевдорекламодатели отправляют какое-то коммерческое предложение, заявляя о том, что готовы по очень хорошей цене купить рекламу на канале. И когда менеджер или администратор канала открывает документ либо запускает какое-то приложение, аккаунт угоняют, потому что в документ или в программу встроено вредоносное программное обеспечение, которое производит похищение персональных данных, паролей, логинов и всего, что сохранено в браузере, и тут же переносит канал на другой аккаунт. По традиции, после угона канала он был переименован из День ТВ в Live News, и на нем запустили стрим с якобы раздачей криптовалюты. Сейчас канал еще не возвращен. Примечательно то, что владельцы канала призывают подписывать петицию за возвращение аккаунта. Хотя, на мой взгляд, самое разумное и рациональное решение это первое, связаться с поддержкой YouTube, второе, связаться с поддержкой медиа-сети, если вы были подключены. Медиа-сеть наиболее адекватно решает такие проблемы в короткие сроки. Третье, если канал достаточно крупный, у него есть персональный менеджер YouTube, то связаться непосредственно с ним. Однако сбор петиции, на мой взгляд, не дает нужных результатов, и это не совсем правильный путь. Хотя, если они хотят похайпиться, то, возможно, это и принесет свои плоды, так им необходимые. Попытавшись снять новые видеоролики для вашего канала, вы рискуете оказаться в тюрьме. Сейчас я расскажу вам об одном случае, который произошел на территории Соединенных Штатов, но который не является чем-то исключительным. Братья-близнецы, владельцы канала, на котором почти 5 миллионов подписчиков, этот канал называется «Сток Твинс», сняли в октябре прошлого года видеоролик, где, надев черную одежду и лыжные маски, они несли вещевые мешки, полные наличных денег. В ходе съемок авторов арестовала полиция. При этом до выяснения обстоятельств был задержан также водитель машины такси, на котором они пытались уехать. Теперь близнецам грозит реальный срок. Казалось бы, за что здесь срок? Может быть, за нарушение общественного порядка? Или, может быть, за сопротивление действиям сотрудников правоохранительных органов? А вот и нет. Как прокомментировал полицейский, который участвовал в задержании или ведет расследование, тут уже детали не важны, это был не просто пранк. Это потенциально опасное общественное деяние. В частности, эти братья-близнецы подвергали риску себя и окружающих. Ведь в результате их действий могла возникнуть перестрелка. Они или другие люди могли быть ранены или убиты. По этой причине они понесут наказание по всей строгости закона. И теперь каждому из них грозит по 4 года тюрьмы. И это еще у них на продвинутом Западе вот такие суровые законы. Что же может быть у нас? Можно только представить. 3 августа Microsoft подтвердил желание купить TikTok у китайского ByteDance. Как вы знаете, Дональд Трамп выступает ярым противником того, что TikTok будет работать на территории Соединенных Штатов, оставаясь частью китайской корпорации. Трамп поставил TikTok ультиматум. Или он уходит из Штатов, или же он продается американской компанией, чтобы все персональные данные граждан Соединенных Штатов хранились внутри страны. И чтобы никакая информация не утекала к китайцам. И вот сейчас TikTok находится на грани заключения сделки с Microsoft, чтобы продать гиганту свою долю бизнеса на территории Соединенных Штатов. Китайцы, в свою очередь, ответили, что если это произойдет, то Китай ответит Соединенным Штатам равнозначными мерами по наложению санкций на американские компании. Facebook запустил свою альтернативу TikTok. Кто только ее не запускает. В частности, это новое приложение Reoms, которое позволяет записывать короткие, до 15 секунд видеоролики, добавлять к ним музыку, накладывать множество фильтров и AR-эффектов. При этом видео можно будет записывать в один дубль, смонтировать из нескольких отрывков или загружать из галереи смартфона. В Reoms есть, конечно, и собственная версия страницы For You. Женщина смогла вернуть почти полтора миллиона рублей, которые спустил ее несовершеннолетний, или, как говорит Дмитрий Юрьевич Пучков, малолетний сын на подписки в Твиче. Примечательно, что данному подростку была выдана банковская карта для того, чтобы он мог оплачивать школьные обеды. Однако парень, видимо, был не совсем малолетний, проверил, сколько денег на карте и спустил их на донаты в Твиче. Примечательно, что компания, которая обеспечивает транзакции и переводы донатов в Твиче, встала на сторону женщины и возвратила всю сумму, потраченную на донаты, обратно на карту. Данным делом занималась платежная система Xolo, которая является партнером Твиче. Что ж, дорогие друзья, это все новости на сегодня. Спасибо, что досмотрели данный видеоролик. Поставьте лайк к этому видео, если вам были интересны эти новости, и поделитесь роликом с друзьями-видеоблогерами. С вами я, Куна Дэн. В пятницу у нас стрим. Убери руку от кнопки. Там мы встретимся. Поговорим о заработках на различных интернет-платформах и сервисах. Расскажу вам свой опыт. Так что в пятницу в 18 часов. По традиции, жду вас на стриме. Пока. Ах да, по традиции. Заканчиваем.